Я понимаю, что чем дольше фруктовая брага вродит, тем она зачетнее, тем она вкуснее, тем она будет ароматнее. Ну, как есть, уж не обессудьте, друзья. Так вот, я распиз... И снова здравствуйте, ребята. Сегодня по-прежнему... А, там я не говорю какой. 3 сентября и снова 3 сентября. То есть, сегодня мы с Зоей перегнали вот эту. Не перегнали как-то. Отжали. Отжали у природы ее дары. Столько вот у меня получилось. Сейчас секунду покажу. Зоя забрала себе 7 литров. У меня осталось примерно, чтобы вы понимали. Ну вот, литра до 50 не хватает, да? Вот так вот. 49. Знаю, многие ребята разбавляют. Ну, не многие. Некоторые разбавляют, добавляют сахар. Чтобы вы понимали, я не гонюсь за количеством. Мне не надо. Мне ни к чему такое количество. У меня спиртного дома, блин, валом. Я не знаю, когда его пить и куда его девать. Сахаристость, плотность. У нас получилось 12. Очень странно. Ну, не очень странно. Это показывает 12. Вот, 10. Ну, 12,5. Рефрактометр показывает. Где ты? Блин, я с этой селфи-палкой. С стивилизатором никак не научу снимать. Этот показывает ровно 13. Не знаю, кому верить, но да бог с ним. В общем, есть у нас 49 литров. Натуральнейшего. Дайте я даже сейчас глотну. Ай, где моя большая кружка? Хуй, чуть не разбил. Вот такой он немножко мутный. Ну, потому что я сейчас бутылок сюда переливал. Там уже осело. Замечательнейшего сока. Вкусный, сладкий. Чуть-чуть с кислинкой. Аромат стоит на всю кухню. Блин. Никогда этим не занимался. Ну, вот сами видите, да, в первый раз. До этого таких роликов у меня не было никогда. На натуральном соке я ничего не ставил. Был опыт на натуральный виноград. Эй, концентрат. Из натурального винограда. Опять же, это все под вопросом. Настоящий, ненастоящий. Так вот, ребят. Знаю, хейта будет просто. Тьма. Вагон. Сейчас меня уже в группе отругали. Костик меня отпылесосил. То, что как ты мог, там, имели такое оборудование, имея возможности, не подготовиться к ображению. Ребят, у меня нет дрожжей. Вот не поверьте, нет фруктовых дрожжей никаких. Поэтому, друзья, ругайте меня, не ругайте. Опыт помните, где я пробовал? Запах вот от этих премиум был, ну, самый шикарный. Конечно, у меня есть брагман 48-й, не хочу их сыпать сюда. Хочу вот эти. Как ребята мне сказали, чем дольше он бродит, тем ароматнее он будет. Вот. Мне не надо, чтобы он меня за два дня выбродил, пускай бабахает-бабахает. Заказал только что ферментис, вот эти F, какие там, CF3, EDFS3, не помню. Заказал три пакетика по 10 грамм. Это на следующий перегон у нас с вами будет, ну, на следующий замес. Сейчас, ну, будем довольствоваться тем, что есть. Поэтому засыпаю сейчас их. И будем наблюдать, созерцать вместе с вами. Опять скажет, был там немного. Так, секунду, сейчас я вас поставлю куда-нибудь. Как хоть картинку, вот смотрите, это я рукой махмашу. Вроде не болтается. Как говорится, первый блин комом, но я надеюсь, все равно что-нибудь вкусное получится. Я, честно, я даже не знаю, как мы с вами будем перегонять это все. На тарелках, либо... Хотя нет, наверное, надо попробовать как раз SPN-ку медленно. На короткой царге, все. Премиумские дрожжи для самогона пошли в путь, в бой. Они без подкормки. Можно было, конечно, турбовых насыпать, но я говорю, тут ни к чему это баловство. Так вот так аккуратно распределимся чуть-чуть. Хотя всегда говорю, пофигу, как засыпать. Не знаю, что получится, ребят. Вот так вот это выглядит. Пока ничего добавлять. Это какого? Одного пакета, думаю, хватит. Добавлять никакой пеногаситель не буду. Место для пены есть, если, конечно, таковая будет. Ну и все. Что, накрываю крышкой. Гидрозатвор не стал бы использовать. Хочу просто вам показать интенсивность брожения, поэтому гидрозатвор сейчас все-таки, наверное, воткну. Ну и посмотрим, что с утра будет. Напоминаю, время сегодня... Ой, время. Число сегодня. 3 сентября. 21.17. Засыпали дрожжи. Да, уже предвкушаю, что будут комментарии. Мог бы на зоне заказать. Ребят, на зоне посмотрел. Самый ранний, что ко мне может приехать ферментис. Это 11 числа. Вот сегодня 3. 11-го. Блин, оно просто превратится в уксус. Это будет сначала вино, потом уксус. То есть там есть свои дрожжи дикие. Понятно, они бродить будут. Но как они будут бродить, неизвестно. Поэтому вот эти. Владимир. Ехать не хочу. Да и не думаю, что там что-нибудь найду. Домашний погребок закрылся, к сожалению. Ваня, друг, закрыл магазин. Прискорбно, но факт. Все, ребята. До встречи. Доброе утро, друзья. 4 сентября. Здесь я написал. 3-й, 0-9, 21. Ну, как мы с вами поставили. Вот такая вот шапочка получилась. Практически ничего не поднялось. Да, я вам говорил, что я ничего не добавлял. Так вот. Давайте возьмем... Ой, как вас поставить-то? Возьмем ложечку. И собьем эту шапку. Она небольшая. Да, кстати. Говорю, что поставлю гидрозатвор. Не поставил. Лишь потому, что у меня та крышка. Та крышка. Ну, вторая крышка, которая с этим отверстием под гидрозатвор с резинками. Ну, что плотнительно с этим. Она на даче. Вот. Ну, в принципе, он нафиг не нужен. Шипеет. Потихонечку булька. Вот. Здесь я вырвал как его подогреватель аквариумный. И уплотнителя в этой нету. Крышки. Поэтому вот так вот. Просто накрыл. Ничего не будет, поверьте. Не должно ничего быть. Утвердительно говорить не могу, потому что первый раз ставлю на этом соке. Как бы так. Давайте до вечера. Ну, что, друзья. Сутки миновали. Вот такое здесь бурное кипение идет. Не будем пугать дрожжи. Друзья. И снова здравствуйте. Так, это у нас что, вторые сутки заканчиваются. Да, 5-е число, 3-е. Руки, как всегда, черные. Точу ножи. Оп. А у нас это бурлеет. С утра надо было снимать. С утра здесь пенная шапка была. Что-то я это профукал. О, ладно. Шипит, хорошо шипит. С утра прям шапчища такая была. Вот, отащил немножко в сторонку, потому что тут, ну, мешается. Можно, знаете, что, дайте. Проверим эту. О, знаете. Плотность. Не знаю. Вообще она тут у нас как будет показывать. Ой. Что-то тут и плотности-то уже не осталось. Ноль-то где? Вон. Был 13, да? Один. Единичка торчит. Видно вам, нет? Единичка. Ладно, ребят, пускай до завтра еще стоит. И что-то быстро больно. Я понимаю, что чем дольше фруктовый брак вродит, тем она зачетнее, тем она вкуснее. Тем она будет ароматнее. Ну, как есть, уж не обессудьте, друзья. Так вот, я распи... Да. Друзья, всем еще раз здравствуйте. Шестое. Трое суток прошло, да? Четвертого более сутки, пятого, шестого. Сегодня трое суток. Олег, оп. Ариометр показывает ноль. Ничего уже не пенится. Ну, мелкие-мелкие пузырьки какие-то по стенкам там есть. Честно, я, наверное, первый раз в замешательстве я не знаю, что делать. И первый раз я так безответственно отнесся к постановке браги. Не то, что считаю себя профессионалом. Вот как раз в этом я полный ноль. Вот. Друзья подсказывают, конечно. Но вся проблема в том, что я не купил дрожжей. Вот. Следующая партия обязательно на других дрожжах будет. Не знаю, может быть, завтра даже... Запах, кстати, классный. Сами дрожжи мне, когда был эксперимент, мне очень понравилось, как пахнет вот именно премиум. Он пах приятнее всех. Вот. Из трёх дрожжей. И сейчас вот... Пахнет очень приятно. Даже, знаете, издалека какой-то запах браги, а в основном пахнет фруктами. Может быть, конечно, это и нехорошо. Там какая-нибудь бяка скопилась. Не знаю. Может быть, даже завтра перегоню. А может быть и нет. Перегонять хочу на НБК. Не знаю. Почему-то прям внутренний голос подсказывает, что на НБК это будет лучше. Для 50 литров мне ничего не стоит труда собрать её. Всё это делается быстро. Никак. Некоторые думают, что это... О, это муть. Да я даже из-за 30 литров бы её собрал. НБКшечку. Свою. Вот. Давайте доживём до завтра. Там посмотрим. И снова здравствуйте, ребята. Сегодня седьмое. Пораньше сегодня закончили с напарником работу. И это будет заключительный в этом ролике эпизод. Всё. Отбродило. Вообще никаких телодвижений там не происходит. Вот так вот всё стоит. Ничего не буркает, не бурлит. Ухом прислушивался. Пенка по краям. Но она нет. Это не пузырьки воздуха. Ну, они... Вернее, пузырьки. Запах. Запах хороший. Честно, прям говорю. Хороший запах. На реометре ноль. Прям ноль. Нижний аппарат. Если в обыкновенном браке падает, а он прям там минус один, да, то здесь вот. Ну, вот так вот как-то. Что я уже подготовил для перегона? Приготовил колонну. Но это будет другой ролик, потому что этот затянется, будет длинный, неинтересный. Уже всё собрал. Осталось шланг поставить. Собирается она недолго, махом. Всё. Сейчас быстренько загубеним. И SPN. Второй перегон будет на короткой насадочной части. Интересно ваше мнение. Нужен ролик? Не нужен? По подготовке SPN. Я её ещё не приготавливал. Нет, наверное, как лежала, так и лежит. Вот она. Шесть килограмм использовать буду, наверное, три. Пока на ректификации, само собой, мы потом все шесть с вами забубим. Ребят, в общем, всё на этом. Получилось трое с половиной суток, да? Да, третьего поставили, сегодня седьмое. Трое с половиной суток. Чуть, чуть побольше, наверное. Не суть. Знаю, сделал неправильно, знаю, дурак. но вот так вот, чтобы сохранить, грубо говоря, сок. Можно было, как кто-то писал, его пастеризовать. Можно было на диких дрожжах. В общем, пишите в комментариях своё мнение. Ну, а у меня, что получится, то и получится. Всё. На этом, как всегда, всем мира и добра. Здоровья во все органы. Всех обнял, поднял, заплакал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok